Добрый день, уважаемые коллеги! Так как меня уже представили, поэтому я буду коротко. Проект реализуется на базе нашего центра с 2017 года. В два этапа. Ой, простите. Первый этап – испытательный или пробный. Второй этап – работа с экзоскелетом введения новых... Да что такое? Извините. Направление в его использовании. Первый этап был организован с 10 января 2017 года на базе центра Меридиан на основании соглашения взаимодействия с ООО «Экзоатлет». Мы приступили к испытанию экзоскелета с целью оценки возможности применения и целесообразности использования экзоскелета для пациентов с нарушением двигательных функций и нижних конечностей. Вследствие перенесенных травм в процессе амбулаторных курсов реабилитации пациентов на базе учреждений социальной защиты. А также оценить безопасность, эффективность, эргономичность эксплуатационных характеристик экзоскелета. На испытательный период экзоскелет был предоставлен нам во временное пользование на два месяца. Задача испытания. Первое. Выявить эффективность использования экзоскелета в процессе улучшения общего физического состояния клиента. Улучшение психоэмоционального состояния, приобретение навыков ходьбы. Определить реабилитационную значимость применения локомоторных тренировок с помощью экзоскелета и тестирование конструкционных решений экзоскелета «Экзоатлет» в части эргономики и особенности применения в амбулаторных условиях. Второй этап работы с экзоскелетом стартовал после приобретения Министерством социального развития Московской области экзоскелета для нашего центра. Это был июль 2017 года с учетом результатов и положительных отзывов, полученных при испытании. На этапе реализуется новое направление по использованию экзоскелета. И расширен перечень диагнозов для пилотов, занимающихся в экзоскелете. Но прежде чем приступить к непосредственному испытанию, а далее к непосредственному использованию экзоскелета, была проведена, конечно, огромная работа, колоссальная. Разработан план мероприятий, который включал в себя следующее. Это обучение нашего инструктора ЛФК, который сегодня тоже присутствует с нами. Изучение базы данных инвалидов-колясочников и подбор кандидатур. И первичная оценка физического и психоэмоционального состояния наших пилотов. При подборе пилотов мы используем свою базу данных, которая формируется на основании данных БИРОМСЭ. Основное целевое назначение экзоскелета для пациентов с нарушением двигательных функций нижних конечностей вследствие перенесенных травм. В базе данных центра 151 инвалид-колясочник. Что такое? Безобразие. При реализации первого пробного этапа согласно рекомендациям и требованиям методического пособия... Простите, можно я передам помощнику? Да, так, наверное, все-таки прочитаю. Так, значит, где мы остановились? В базе данных центра 151 инвалид-колясочник, как я уже сказала, значит, и при реализации первого пробного этапа согласно рекомендациям и требованиям методического пособия по экзоскелету с учетом диагноза сопутствующих заболеваний, возраста, веса, длительности заболевания, возможность самостоятельно пользоваться кресло-коляской было отобрано всего 14 человек с нарушением функций нижних конечностей по причине травм позвоночника. А с учетом дополнительных анализов из 14 человек пробной группы, выбранной по первичным параметрам, было отобрано 8 человек, которые могли приступить к реабилитационному курсу. Именно из-за такого большого процентного отсева потенциальных пилотов в дальнейшем было принято решение о привлечении пилотов с другими диагнозами. Так как в центр обращаются инвалиды с различными заболеваниями, а также учитывая опыт испытательного этапа, большой перечень противопоказаний и значительный список ограничений при занятиях в экзоскелете, после консультации с разработчиками было принято решение использовать экзоатлет для реабилитации людей с различными травмами и заболеваниями, такие как мышечная дистрофия, черепно-мозговые травмы, травмы спинного мозга, нервно-мышечные заболевания, инсульты, ДЦП, рассеянный склероз. Для каждого из пилотов разрабатывается индивидуальная программа реабилитации. Определяется перечень реабилитационных мероприятий согласно медицинским, социальным и психоэмоциональным особенностям инвалида. Выстраивается реабилитационная цепочка, составляется маршрутная карта. В процессе прохождения курса проводится динамический контроль и коррекция программ с учетом индивидуальных особенностей пилота. Особое внимание уделяется социально-психологической реабилитации, целью которой является формирование высокой мотивации на реабилитацию, оказание психологической помощи и поддержки. Психологическое сопровождение осуществляется на протяжении всего курса. Обязательным этапом маршрутной карты является ЛФК, индивидуальное занятие, разминка перед каждой тренировкой и оценка функциональных возможностей повышения уровня толерантности к физическим нагрузкам, механотерапия, формирование правильных локомоторных движений, массаж для улучшения трофики тканей, активизация движений, улучшение показателей мышечного тонуса, физиотерапевтические процедуры по назначению врача, замеры и контроль артериального давления и пульса, контроль после каждой тренировки, целостность кожного покрова, не появились ли болевые ощущения. Оценка состояния опорно-двигательного аппарата и определение оптимальных биомеханических условий ходьбы пилота на следующие занятия. Каждая пробная тренировочная программа состоит из 10 тренировок от 60 до 90 минут с перерывами. Это с учетом особенностей пациента. Ежедневная посещаемость у нас 2 пациента в день. Общее время занятий в экзоскелете с одним пациентом с учетом перенастройки экзоскелета под индивидуальные размеры пациента, отрегулировать длину шага, скорость перемещения и т.д. составляет от 2 до 2,5 часов. С июля 2017 года реабилитацию в экзоскелете прошли 22 человека в возрасте от 20 до 60 лет с диагнозами травмы спинного мозга, инсульт, ДЦП, рассеянный склероз, спинальный паралит, штрумпеля, хондросаркома, грудного отдела позвоночника. Также у нас прошли реабилитацию 2 ребенка-инвалида. Это мальчик 2007 года рождения Илья с диагнозом офтальмология ДЦП и София 2009 года рождения с диагнозом спинальная амиотрофия. Продолжительность курсов от 2 месяцев и больше с ежедневным посещением занятий. По нашим наблюдениям, для первых 5 занятий продолжительность тренировки в 60 минут даже много. Поэтому на этих занятиях в это время включается разминка. Методика разминки определяется инструктором ЛФК с учетом общефизического состояния пилота и его диагноза. Длительность каждого этапа тренировки зависит от самочувствия пилота и овладения им навыков ходьбы. На первых занятиях отрабатывается вставание, посадка, умение держать вертикальное положение, перенос тела с одной ноги на другую, ходьба на месте, ходьба в брусьях, ходьба с опорой на костыли. Отработка перестановки рук, подбор шага подбирается удобно для пилота, перенос костылей. На следующем этапе пилоты осваивают принцип взаимодействия экзоскелета с костылями. Они правильно переносят массу тела в соответствии с размером интервалом шага. Помимо смены интервала между шагами и увеличением длины и высоты шага, используем ходьбу по разным траекториям – поворота, змейки и другое. Конечно, динамика определяется комплексом параметров, диагнозом, общим физическим состоянием, психологическим настроем пилота. Но можно отметить, что при ежедневных занятиях, даже за относительно небольшой срок курса менее 2 месяца, наблюдаются первые положительные результаты. Применение экзоскелета в реабилитационном процессе приводит к качественным улучшениям двигательных сердечно-сосудистых психологических показателей. В автоматическом режиме экзоскелет обеспечивает максимально естественное передвижение пациента, что позволяет существенно ускорить процесс восстановления двигательной и нервной активности. У пациентов улучшилась координация движений, равновесие, выносливость срока, значительно уменьшилась спастика при вертикализации. У одного из пилотов отпала необходимость в операцию по ульзебату. Это у нас мальчик 20 лет, парень. Прошел у нас сколько? Два курса, да? Два курса, Паш, прошел. Уменьшилась утомляемость во время занятий. Если первоначальное время работы в экзоскелете было 10-15 минут, то к завершению курса оно составляло уже 40-60 минут непрерывной ходьбы. Значительно увеличилась дистанция от 10 до 100 шагов. Нормализовалось давление. Сто процентное улучшение общего психоэмоционального и общефизического состояния. Приобретаются навыки ходьбы с помощью экзоскелета и их усовершенствования. Ходьба в брусьях, ходьба на костылях. У отдельных пилотов появилось чувство тепла в нижних конечностях. Вертикальное положение тела позволяет всем внутренним системам организма работать в привычных, а главное правильных условиях, что восстанавливает нормальное давление и циркуляцию крови. Благодаря этому реабилитация пациентов с ограниченной подвижностью проходит значительно более эффективно, чем раньше. Отзывы пациентов только положительные. С долей восторга от возможности встать и пойти. И все изъявляют желание продолжить реабилитационный курс использованием экзоскелета. Можно отметить, что при повреждении шейных и грудных отделов позвоночника намного сложнее овладеть костылями. Но для данной категории инвалидов даже ходьба на месте – это уже большой успех. И задача в течение последующего курса будет обучение ходьбе по диагонали или по кругу. На текущем втором этапе курсы реабилитации в экзоскелете проводятся в течение более длительного периода и с определенной периодичностью с учетом диагноза и динамики. Способность к передвижению в пространстве – одна из наиболее важных двигательных функций живого организма. Ходьба оптимально реализуется только при условии нормального функционирования большого количества различных отделов центральной нервной системы. Утверждения, что ходьба тренируется только в ходьбе, упоминаются в многочисленных исследованиях. И экзоскелет дает возможность тренироваться, восстанавливать и закреплять утраченные навыки людям с различными заболеваниями. В настоящее время экзоскелет используется в основном для реабилитации и в меньшей степени для абилитации. То есть для адаптации инвалидов в повседневной жизни и посредством выполнения функций, без которых человек не может самостоятельно существовать. Но экзоскелет является дорогостоящим оборудованием, и поэтому как индивидуальное техническое средство реабилитации для инвалидов, он, к сожалению, недоступен. Да и учреждения, использующие экзоскелет в своей реабилитационной работе, затрачивают немалые средства на его обслуживание. В то же время простой такого оборудования тоже нецелесообразен. Наше учреждение бюджетное и оборудование, закупленное на бюджетные средства, должно использоваться эффективно и результативно, и по возможности затраты должны окупаться. Именно поэтому с целью максимальной загрузки экзоскелета у нас и был расширен перечень диагнозов, с которыми инвалиды могут заниматься на экзоатлете. А чтобы хотя бы частично покрывать затраты на обслуживание, мы рассчитали и утвердили прескурантно дополнительную полотную услугу, называется она занятие в экзоскелете. Заложили туда по самому минимуму стоимость оборудования и зарплата нашего специалиста. Получилась очень смешная сумма 1460 рублей занятия в экзоскелете. Часовое? Да, одно занятие. Это дает возможность получить курс занятий в экзоскелете тем людям, которые в силу разных обстоятельств не могут быть получателями социальных услуг в нашем учреждении. Или если инвалид желает продлить курс своих занятий после окончания планового курса, поскольку количество плановых курсов регламентировано. Экзоскелет может повысить мобильность людей с ограниченной подвижностью. Они могут не только самостоятельно заботиться о себе, но даже путешествовать. Тем самым значительно повышается качество жизни людей, чьи возможности были ограничены из-за заболеваний нижних конечностей. Спасибо вам огромное, Светлана Викторовна.